Шевроле Нива еще может всех удивить. Совместное предприятие GM Автоваз продало 700-тысячный внедорожник. Много это или мало? К примеру, в 2013 году была выпущена двухмиллионная Нива классической компоновки Lada 4х4, а на сегодня этих двух родственниц ежегодно выпускается примерно равное количество. С 22 января 2019 года совместное предприятие GM Автоваз приступает к сборке внедорожников Chevrolet Niva по стандарту нового одобрения типа транспортного средства. Данное событие имеет несколько следствий. Прежде всего, это значит, что жизнь автомобиля, пользующегося устойчивым спросом, продлена как минимум до 20 декабря 2021 года. Второе следствие – это острейшая необходимость GM Автоваз предпринимать некие усилия по сохранению жизни проекту, который удерживает высокую конкурентоспособность, по крайней мере, на российском и казахстанском рынках. Кроме того, определяющим фактором стратегии планирования продаж является фиаско с проектом Chevrolet Niva Next Generation. Обновленное одобрение типа транспортного средства предполагает дооснащение внедорожника такими опциями уже в базовых комплектациях, как система вызова оперативных экстренных служб Aero GLONASS, подушка безопасности водителя и АБС. Понятно, что внедрением давно ожидаемых опций ситуацию не переломить. Поэтому, помимо прочего, предприятие заинтриговывает и журналистов, и потребителей. Возможности мелкого улучшайзинга, включавшего в себя с начала серийного производства в 2002 году более полутора тысяч опций, исчерпаны. Но что мы можем ждать от Chevrolet Niva и далее? Как минимум то, что в ближайшее время будет существенно улучшена шумоизоляция. Опытные образцы автомобиля уже существуют, и по отзывам их испытателей они хороши. Но о том, что готовится нечто более веское, говорит и недвусмысленная улыбка генерального директора Румуальда Рытвинский, которую он продемонстрировал на брифинге для журналистов, посвященном 700-тысячному автомобилю Chevrolet Niva, и недосказанность, обозначенная в его словах. Не витает ли идея в облаках вернуться к ФАМ-1? The idea of NGN was to exchange car and engine, right? Идея нового поколения заключалась в том, чтобы изменить автомобиль и изменить двигатель. So, общий вид как ФАМ-1? То есть внешний вид и двигатель. Внешний вид. Внешний вид. Внешний вид. Внешний вид. So, it didn't work. Не сработал. So, maybe, if we do step by step, maybe this will work. Поэтому, если мы думаем, если мы будем шаг за шагом что-то изменять, то это сработает. So, if I have a choice to change two things together, I probably will pick up one. I know that I'm talking a little bit vaguely, but this one I cannot talk in details. I think that for us critical will be to change the view of the car. That's what I am trying to do. Для нас очень важным является изменение облика автомобиля, прежде чем мы начнем что-то делать с двигателями. Окей. Ну и напоследок, небольшой эпизод из производства, о котором вы, скорее всего, не знали. Одним из финальных этапов является проверка товарного автомобиля на герметичность, которую проходит каждая Chevrolet Niva. Оказывается, в специальной камере на внедорожник через множество форсунок под высоким давлением обрушиваются два кубометра дистиллированной воды, затем автомобиль сушат и отправляют на дальнейшие тесты качество сборки. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА